В Игарке население которой более 4 тысяч человек. По факту всего одна котельная. В минувшую субботу в домах одного из микрорайонов этого северного города пропали горячая вода и отопление. А во втором вода стала прохладной. И это при том, что на улице стоят 30-ти градусные морозы, а ветер выдувает помещение практически насквозь. Всю зиму от жителей города, да я и сама, мы мерзнем. У нас нарушение температурного режима, занижается температурный режим. Услуга оказывается некачественная в учреждениях, квартирах. Много лет я пишу уже о школе Виктора Петровича Астафьева, образовательное учреждение, где наши дети тоже мерзнут. Всю зиму холодно. И до сегодняшнего дня после моих обращений в прокуратуру города Игарке, в Роспотребнадзор мер не принято. Дети мерзнут каждый год. А в эти выходные, например, в детском приюте температура опустилась до плюс 8 градусов вместо нормативных 20. Причину аварии назвали только на следующий день. Оказалось, что дело в скачке напряжения, из-за которого вышли из строя теплонасосы на центральной котельной. Экстренно пришлось доставлять один насос из Норильска, чтобы не допустить полного охлаждения систем отопления и домов. Сейчас жители опасаются, что массовое использование электрических обогревателей приведет к перегрузке еще и системы электроснабжения, и люди вообще окажутся без тепла и света. Однако глава города успокаивает. Необходимости гонять электрообогреватели уже нет. Завидуем этому олимпийскому спокойствию, особенно после такой серьезной аварии. Интересно и вот еще что. Почему в северном городе по факту всего одна котельная? И она, говорят, жители находятся в весьма плачевном состоянии, как и электросети. И это при том, что люди платят более 10 тысяч за коммунальные услуги в месяц. Перерасчет за качество услуги не производится населению города Игарки. С нарушениями идет услуга, некачественная оказывается, а перерасчет никто нам не делает. Никто это не контролирует. Люди пишут, бьются, а толку нет. Не достучаться до действующей власти, не до губернатора, не до правоохранителей, не до районной власти, а уж про местную власть. Ну я вообще не знаю, не знаю даже что сказать. Если бы вот в этой ситуации аварийной, если бы неравнодушные жители города Игарки по данному факту не подняли тревогу, то скорее бы аварию не устранили. В 2020 году из краевого бюджета было выделено 18,5 миллионов рублей на ремонт котельной, рассказала Оксана Лифанова. Куда ушли эти деньги? Кто контролировал и оценил эффективность использования этой суммы? Кроме того, по нехитрым подсчетам, в месяц поставщикам услуг приходит более 40 миллионов рублей. Неужели и этих денег не хватает на элементарный теплонасос, который стоит намного меньше миллиона? В причинах произошедшего сейчас будет разбираться прокуратура. Установленные нарушения в деятельности муниципального предприятия города Игарки, управляющей компанией дирекции муниципального заказа, связаны с необеспечением работоспособности в центральной отопительной котельной трех подпитывающих насосов. В период проверки установлено, что на 13.03.2021 года в центральной отопительной котельной в работоспособности находилось два подпитывающих насоса. Кроме этого, установлены нарушения в деятельности администрации города Игарки, которой не обеспечено прохождение безаварийного отопительного сезона 2020-2021 годов. По результатам проверки 15.03.2021 года прокуратурой города в адрес главы администрации города Игарки и руководителя муниципального предприятия внесены представления. Кроме этого, прокуратурой инициировано привлечение руководителя муниципального предприятия к административной ответственности за нарушение порядка предоставления коммунальных услуг. Также организовано расследование по выявлению причин, вызвавших технологическое нарушение по поручению министра промышленности, энергетики и ЖКХ края Евгения Афанасьева. Да, в настоящее время ремонтные работы по устранению нарушения завершены. Но пока 21 жилой многоквартирный дом и 5 социально значимых объектов города заново нагреются, пройдет еще много времени. Ситуация в Игарке крайне серьезна и требует вмешательства краевых чиновников, а также пристального внимания надзорных органов.